Коллеги, добрый день! Меня зовут Ваенова Алина, руководитель по Кавказу. Сегодняшняя наша тема будет посвящена экскурсионным турам по Кавказу. Мы с вами разберем несколько регионов. Начнем мы с Кавказских минеральных вод. Сейчас посмотрим эти программы. Итак, для того, чтобы вам было удобно ориентироваться. Экскурсионные туры Кавказских минеральных вод отличаются по продолжительности. Соответственно, есть несколько вариантов. Более короткие туры, более длинные туры. Сейчас на данном слайде вы видите краткое описание того маршрута, который увидят ваши туристы в ходе поездки. Соответственно, здесь вариант заездов указан. То есть, какой конкретный день недели происходит с заездами по этим турам. Сейчас мы перейдем на следующий слайд. Увидим, что дальше у нас продолжительность туров увеличивается. Соответственно, идет уже 8 дней. И на следующем слайде у нас будет самый длинный тур с вариантом из Кавказских минеральных вод. Это будет 10-дневный тур. Соответственно, на что вы ориентируетесь? То есть, вы когда подбираете туры экскурсионной Кавказской минеральной воды, вы обязательно начинаете с того, что вы смотрите маршрут. То есть, то описание, которое по объектам будет перечислено для посещения в той или иной программе. На что вы дальше обращаете внимание? Дальше вы читаете информацию, что входит в стоимость тура. Так как в некоторые программы трансфер на прилет и на отлет входит в стоимость тура, в некоторых программах данные опции идут за дополнительную оплату. Поэтому важно обращать на это внимание. Также вы внимательно читаете описание тура с точки зрения того, к какому времени клиенты должны прибыть. То есть, в каждой программе. Вот мы сейчас откроем, для примера, следующий слайд, где будет программа. Туда, где парят орлы. И вот, собственно говоря, то, о чем я вам ранее говорила. То есть, маршрут. Перечислены все те объекты, которые туристы увидят по данному туру. И дальше мы видим, что в первом дне написано, к какому времени нужно прибыть. То есть, соответственно, вы с клиентами уже непосредственно подбираете те рейсы, которые подходят под этот вариант. И уже вас, шеф-туристов, встречают непосредственно там в аэропорту. Очень часто возникает вопрос по поводу того, с какой табличкой встречают, будет ли накануне заезда более подробная программа по туру. Соответственно, вы можете смело понимать, что описание тура, которое висит на сайте, да, вот сейчас мы видим пример, это и является программой тура. То есть, это то, что вы смело можете на нашем сайте скачать, распечатать и отдать туристу в руки. Как происходит взаимодействие по данным экскурсионным программам с принимающей компанией? Принимающая компания накануне заезда туристов связывается с ними по тому контактному телефону, который вы указываете при бронировании. Соответственно, они дают туристам базовую информацию. Здравствуйте, мы такие-то, такие-то обслуживаем вас по данному туру. Вот, у нас есть информация, вы завтра прилетаете восток от восток, но мы вас встречаем, едем, делаем и так далее. На что мы еще обращаем внимание? По данным программам, когда вы будете выбирать и бронировать, вы в подборе тура увидите различные варианты проживания с комментариями, в каком отеле будет проживание. То есть, базовая стоимость данных программ, она рассчитана на базе отеля «Классик». Дальше есть более высокие там категории, отель «Биштау» и так далее. Что нужно понимать? Места сбора на экскурсии идут от определенных точек. Соответственно, в зависимости от того, где ваши клиенты проживают, по маршруту, то есть, в каком они варианте проживают, им указывается определенная точка сбора. И если мы, допустим, рассматриваем там проживание в «Биштау», то клиенты выходят из отеля, там немножко пройтись, будет точка сбора, они встречаются с группой, едут на экскурсию. И на эту же точку сбора их высаживают обратно по окончанию программы. Однако, если мы рассматриваем бюджетный вариант, бюджетный вариант размещения по данным турам, это на базе отеля «Классик». Отель «Классик» не расположен в центре Пятигорска, то есть, от него до точки сбора на экскурсию нужно добираться. В данной ситуации мы клиентам предлагаем воспользоваться такси. В среднем, там, чек за такси в одну сторону будет составлять 120-150 рублей. То есть, ваши клиенты должны понимать, что на место точки сбора на экскурсию они пребывают самостоятельно и уже ориентироваться на эту информацию. Соответственно, что удобно еще в описании данных туров, мы сейчас перейдем на следующий слайд. Обратите внимание, то есть, в каждой программе достаточно подробно расписано не только то, что клиенты посещают в этот день, но и есть раздел «Дополнительно оплачивается». То есть, здесь прописаны те входные билеты, те особенности, то есть, те расходы, с которыми дополнительно столкнутся ваши туристы. То есть, они уже, внимательно прочитав и изучив программу по всем описаниям, будут понимать тот итог, который у них будет с собой. То есть, подытожим, на что мы должны обращать внимание при подборе туров. Мы должны внимательно почитать, входят в программу «Трансферы» или оплачивают дополнительно. Это прописано в каждой программе, в каждой программе своя особенность. Мы должны понимать, что по данным программам возможно размещение в разных объектах. Соответственно, в подборе туров, где цены эти объекты отражаются, и прописана их стоимость. То есть, какие варианты мы выбираем. Соответственно, под каждый объект будет определенная точка сбора. Как правило, поступает заявка, мы ее бронируем. Партнер подтверждает и информирует, что по данной заявке место сбора на экскурсию клиентов будет там. Эту информацию мы вам дублируем в личном кабинете. Соответственно, вы понимаете, где это место точки сбора. Если, допустим, это отель «Классик», мы понимаем, что до точки сбора на экскурсию нужно будет доехать не такси, так как пешком от него они не дойдут. Такие моменты. Если мы берем какие-то объекты в центре Пятигорска, соответственно, плюс-минус остановки какие-то точки. Рядом с парком у них есть точка, рядом с некоторой гостиницей встречи. То есть, туда уже туристы могут добраться сами. То есть, это тот момент, на который мы обращаем внимание для того, чтобы вы изначально полную информацию клиенту дали, и у вас было как можно меньше вопросов по результатам. И программа тура на сайте является той программой, которую вы даете клиенту. Также вы печатаете наш ваучер, то есть наша стандартная схема для заселения в гостиницу. И обращаете внимание, что накануне с ними принимающая компания связывается, подставляется и дает им вводные данные. То есть, это вот я вам подробно рассказываю, чтобы уменьшить то количество вопросов, которые у вас возникают при бронировании данного продукта. Это что касается экскурсионных туров из Кавказских минеральных вод. Также еще раз напоминаю, что в программах прописано то время, к которому нужно прибыть в аэропорт, и то время, после которого нужно брать обратный рейс. То есть, нужно обращать на это внимание. Бывают варианты, когда ваши клиенты едут на ЖД. Соответственно, вы вопросом пишете про то, что у вас ЖД, и мы уже с партнером ориентируем встречу под ЖД-билетом. То есть, тут тоже прописана встреча в аэропорту или на ЖД-вокзале, потому что есть два варианта, как мы добираемся. Теперь мы с вами перейдем к следующему слайду. И переместимся уже из Кавказских минеральных вод в другую республику. Мы перемещаемся в республику Дагестан. Начнем мы анализ экскурсионного продукта с того, что вы можете сами создать свой экскурсионный тур. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вот сейчас на слайде вы видите перечень однодневных экскурсий. То есть, какие у вас есть варианты? У нас есть варианты, где можно забронировать просто экскурсию. То есть, если клиент к вам пришел с фразой, что я хочу просто экскурсию, да, пожалуйста. Они идут по определенному расписанию. Вы подбираете, бронируете конкретную экскурсию и информируете нас о том, где проживает турист, чтобы мы его могли скоординировать с партнером по месту встречи. Потому что по однодневным экскурсиям в Дагестане на место сбора, на экскурсию клиенты также прибывают самостоятельно. Также в Дагестане есть несколько точек сбора, да, в зависимости от того, где проживают люди, их на какую-то точку ориентируют, которая так условно ближе к ним расположена. С точки проживания назовем это так. И важный момент, который хочется обратить по поводу однодневных экскурсий в Дагестане. Момент заключается в том, что партнер накануне каждой экскурсии, накануне это означает вечер, вечер, это означает после 18.00 и до 22.00, вот в этом диапазоне, партнер в WhatsApp создает группы. Группа будет называться названием экскурсии. И вот в эту группу добавляются все те туристы, которые приобрели эту экскурсию, которые на нее едут, и там уже им дается информация. Завтра такой-то адрес, такое-то время мы стартуем. То есть вот эту информацию, во сколько и где будет место встречи, раньше, чем накануне экскурсии, они не получат. То есть если у вас вариант, что клиенты проживают неделю, за эту неделю у них, допустим, там 5-6 забронированных экскурсий, накануне каждой экскурсии вечером они будут получать время и точку сбора. То есть этот момент тоже лучше клиентам проговаривать, для того, чтобы вы избежали того фактора, что они туда приехали, да, вот накануне им там не написали, они начинают нервничать, соответственно, писать вам, а нам не дали информацию, мы не знаем, куда идти, вот как говорится, идут вот этот вот круг переписки. То есть спокойно партнер стандартно выполняет все свои правила, нужно просто этого дождаться. То есть можно купить просто экскурсию, можно добронировать это к гостинице. У нас есть варианты, где проживание в гостиницах и дополнительно вываливаются по расписанию экскурсии, то есть вы можете добронировать те экскурсии, которые требуются клиентам. Соответственно, партнеры к экскурсиям присоединяют в Махачкале, в Азбербаши и в Азербенте. То есть проживать не обязательно в Азербенте, они могут проживать и, так сказать, в Азербаши и в Азербенте и присоединяться к экскурсиям. Соответственно, на что еще обращу ваше внимание? Здесь достаточно стандартный перечень экскурсий, которые проводятся в Дагестане. Однако в этом сезоне появились новинки. Хотелось бы обратить внимание на экскурсию, которая называется «Две столицы» – Махачкала и Вечерний Дербент. То есть сочетание двух городов, которые стоит посмотреть. И, так сказать, Махачкала пешеходная, Дербент тоже пешеходный. Это происходит за день. То есть таким образом, если ваши клиенты приезжают на короткий срок, хотят посетить и то, и другое, то это хороший вариант, чтобы посмотреть сразу два города за один день. Хотелось бы также обратить внимание, что для тех клиентов, которые любят активный отдых, в этом сезоне добавлена экскурсия «Рафтинг». Тоже достаточно интересно для тех, кто хочет добавить себе какого-то экстрима в свою поездку. Либо второй вариант, если ваши клиенты уже год назад были в Дагестане, вернулись снова и хотят посмотреть что-то еще. Это что-то новое, чего они могли из базовых экскурсий не видеть год назад. Также хочу обратить внимание на экскурсию аула мастеров Кабачи. Это достаточно интересная экскурсия. То есть это место, где серебряные украшения знаменито изготавливают, которые уникальные, которые делаются вручную. И, в принципе, посмотреть быт этого села, вот эту всю организацию. То есть для клиентов, которые помимо того, чтобы смотреть глазами на красивые виды, любят немножко копаться в истории, в чем-то еще, им хорошо подойдет данная экскурсия. Вот это тоже нужно рассматривать. Говоря об однодневных экскурсиях, мы обращаем внимание еще на то, что мы тоже читаем описание. Почему мы читаем? Вот, например, допустим, в древний город Дербен, Сутри, вот данная экскурсия, обед входит в стоимость. То есть у клиентов обед будет. А вот, например, допустим, если мы с вами будем читать описание экскурсии в Грозной, в данную экскурсию обед не входит. Там выделяется свободное время, и уже обед идет, так сказать, за свой счет, где клиенты перекусили. Это тоже важный момент, на который стоит обращать внимание, чтобы клиенты понимали, какие у них могут быть доп. расходы. То есть понятное дело, что к оплаченной экскурсии доп. расходами могут быть какие-то входные билеты, еще какие-то моменты. Но вот с точки зрения описания, есть еще момент, будет у них обед или не будет. То есть на это тоже стоит обращать внимание для получения полной картины или для того, если, допустим, вы сравниваете, какие экскурсии лучше забронировать. Сейчас мы перейдем дальше уже непосредственно к продукту на следующий слайд. И здесь у нас, собственно говоря, отражается, на что поделены экскурсионные туры в Дагестане. То есть у нас есть несколько блоков. Новый блок, который появился в этом сезоне, называется «Активные туры». Значит, данные программы идут по основным достопримечательностям. Их акцент идет на более активное, скажем так, посещение горной местности. То есть физическая нагрузка, наверное, немного больше, чем в других базовых экскурсионках, где мы смотрим те же объекты. Также для размещения по активным турам могут использоваться не только гостиницы, но могут использоваться глэмпинги, могут быть использованы гостевые дома. Соответственно, нужно понимать тот формат, где будут проживать клиенты в тот же момент. То есть, соответственно, если, допустим, это глэмпинг, у нас красивая экскурсия по горам, ночь в глэмпинге в горах. То есть это тоже определенная, скажем так, романтика горной местности и данных экскурсионных программ. То есть это отдельный блок, специально выделенный для того, чтобы показать, что мы базу смотрим-смотрим, а вот еще вот в этой базе, вот в этой экскурсии вот такая активность добавляется, и мы уже имеем немножко другой вид измененный продукт. То есть, допустим, для молодежи можно вполне рассматривать программы, им это будет интереснее. Допустим, учитывать фактор того, что Дагестан у нас имеет выход к морю, то есть мы Дагестан можем рассматривать не только как республику для посещения экскурсионных мест, мы можем также это рассматривать как вариант отдыха на море, то есть совмещение отдыха на море с экскурсиями. Это если предыдущую информацию, где мы выбираем проживание, добавляем экскурсии, а также мы можем выбрать уже гарантированный тур. То есть есть ряд туров, например, такой, как «Большое путешествие по Дагестану», там плюс две, плюс четыре ночи на море. То есть сначала идет экскурсионный блок, то есть клиенты смотрят основные экскурсии, основные моменты, а дальше уже экскурсионный блок заканчивается, и у них начинается отдых на море. Программы посчитаны по принципу добавления двух-четырех дополнительных ночей, однако мы ни в коей мере клиентов не ограничиваем, то есть если вашим клиентам недостаточно, они хотят еще продлить, то есть мы дополнительно эти ночи на море можем растянуть и добавить их больше, чем то, что висит на сайте. То есть, соответственно, забронировать базу и к этой базе добавить. У вас при этом есть два варианта. Либо вы, допустим, берете «Большое путешествие по Дагестану», которое идет без ночей на море, бронируете его и к нему просите добронировать какую-то конкретную гостиницу, мы ее досчитываем и добронируем под ваш запрос. Либо вы берете готовый блок «Большое путешествие по Дагестану», плюс там две, плюс четыре ночи на море, и мы эти ночи дополнительно еще продлеваем. То есть такие варианты тоже возможны, также можно рассматривать. Соответственно, на что еще обращаю внимание? Свои гарантированные программы. Данные гарантированные программы у нас посчитаны на базе наших квартируемых отелей. В первую очередь, на базе гостиницы «Акгерд». 99% случаев по данным программам подтверждается именно она. Соответственно, в данных программах расписаны те экскурсии, которые в них входят. Данные программы с заездами, кроме «Большого путешествия по Кавказу», стоят летом практически каждый день. На сайте висит шаблонное описание программы, привязанное к какому-то конкретному дню недели. Если вы выбираете другой день недели, не стоит этого пугаться, экскурсии будут те же самые, поменяются местами. То есть в стандартном описании первый-второй день расписан, как что будет. Если мы берем нестандартный день, допустим, заезды по субботам, а вы забронировали понедельник. У вас эти экскурсии просто будут стоять в другой очередности. После того, как у вас заявка будет подтверждена, у вас в личном кабинете эти экскурсии в заявке будут стоять с тем днем, который они будут проводиться. То есть у вас уже будет полноценный ваучер, в котором будет та информация, которой нужна клиенту. Он лично приехал, у него трансфер, что он по этой программе проживает в такой-то гостинице, что в такие-то дни у него такие-то экскурсии. То есть вот это с момента подтверждения в течение суток в заявку подгружается, вы эту информацию и в ваучере распечатаете, отдадите клиенту и, в принципе, будете наблюдать, что как и в какой день будет. Касательно программы «Большое путешествие по Кавказу» это комбинированный тур, который предполагает посещение нескольких республик. Начинается этот тур с Дагестана, смотрятся основные объекты Дагестана. Далее с вещами клиенты уезжают в Грозный, проводится экскурсия по Грозному. После того, как экскурсия заканчивается, клиенты с точки, где их оставили, до гостиницы, где они в Грозном проживают, добираются самостоятельно в программе тура. Все это расписано, где самостоятельно, где что. Соответственно, ночуют в Грозном и на следующий день из гостиницы их уже забирают партнеры из Осетии, и у них начинается осетинская часть. И улетают они, соответственно, из Владикавказа. То есть это такой формат организации данного тура. По своим гарантированным программам идет присоединение к однодневным экскурсиям партнера. То есть что имеется в виду? Имеется в виду, что экскурсии, время и место встречи, информацию накануне каждой экскурсии клиент получает в WhatsApp, как я вам говорила ранее. Соответственно, это нефиксированная единая группа, то есть на экскурсии Гамсута может быть один набор клиентов, которые купили ее в этот день. Там, допустим, на Сулаке другие клиенты. То есть клиенты присоединяются. То есть это такой тур-трансформер, сделанный для того, чтобы клиенты могли посмотреть основные достопримечательности, выбрать те моменты, которые им удобны. Все это в программе подробно расписано. То есть вы это клиенту печатаете, даете к изучению, и вы должны понимать, как это работает. Соответственно, следующий блок, о котором идет речь, это комбинированные тура. Что подразумевается по комбинированным турам? По комбинированным турам мы подразумеваем, когда мы сочетаем несколько республик. То есть это сочетание Дагестана и Чечни, это сочетание Дагестана и Чечни, Северной Сити, это сочетание Дагестана и Сангушетти. То есть это любые комбинации по разным республикам. Тут в описании тура вы обращаете всегда внимание на то, куда прилетают клиенты. То есть программа начинается, как правило, с Махачкалой, а заканчиваться она может в Грозном, заканчиваться она может в Владикавказе. То же самое, как комбинированный тур Чечня плюс Дагестан Он может начинаться в Чечне, заканчиваться в Дагестане. То есть, соответственно, в данной ситуации рейсы, которые будут приобретаться клиентом, это будут рейсы, комбинированные из разной точки прилета, отлет. То есть на это тоже нужно обращать внимание. Во всех описаниях партнеры всегда также указывают информацию, до которого часа клиенты должны прибыть. То есть то время сбора, когда их собирают в аэропорту. То есть подбирать рейсы под место встречи, так сказать. Точно так же в последний день прописывается время, после которого нужно улетать. То есть соблюдая эти правила, мы можем сохранить клиентам программу в полном объеме, как она была задумана. Могут быть такие ситуации, когда нету подходящих рейсов, что-то не стыкуется. Из этой ситуации можно выйти следующим способом, добронировать либо накануне ночи тура, либо в конце, в зависимости от того, какая она ситуация. То есть можно точно так же все это добавлять, комбинировать для того, чтобы максимально сохранить клиенту программу. Также в описании места встречи, как правило, указывается аэропорт, можно менять на ЖД. То есть по запросу, если ваши клиенты едут на поезде, мы можем менять это на ЖД. Сейчас мы с вами перейдем на следующий слайд, чтобы посмотреть по описанию тура то, о чем я вам говорила. Вот как раз первый блок, который я вам говорила, что экскурсионные туры плюс отдых на море. То есть вот идет вариант в данной программе, описание как, что, где, какие дни и так далее. Сейчас перейдем на следующий слайд, где будет конкретизация того, что входит, не входит. Вот, соответственно, сейчас мы переключимся, посмотрим. И на что мы обращаем внимание? То есть мы, когда подбираем здесь ночи на море, они могут быть либо в Сбербаш, либо в Дербенте. Это определяется ценовой политикой. Сбербаш дешевле, Дербент дороже, вы это увидите. И указаны базовые гостиницы плюс-минус, что это может быть. То есть эту всю информацию вы также можете выдать клиентам. Сейчас на свайде мы наблюдаем программу «Дагестан 8 дней». Это вот как раз тот самый трансформер присоединения к однодневным экскурсиям, о котором я вам говорила. То есть по данной программе первый день он всегда свободен. То есть все туры, которые в Дагестане там 8 дней, 6, 5, 4, первый день всегда свободен. Ваши клиенты в данной программе могут прилететь в любое удобное им время. Соответственно, прилетели, сели на трансфер, доехали до гостиницы в свободное время. И уже со второго дня и далее начинается присоединение к экскурсии. Соответственно, получается, допустим, мы прилетели с вами в субботу. В субботу вечером после 18 в WhatsApp образовалась группа, где написано, что в воскресенье у нас с вами будет Кахип и Гор. Там условно встреча в 7.30 утра по такому-то адресу. Все, клиенты к этому времени в указанное место прибывают и там встречаются с группой. И так будет каждый день. То есть, соответственно, в воскресенье вечером они в WhatsApp получат информацию про понедельник, понедельник про вторник и так далее. То есть вот такая схема организации этого тура. Соответственно, какая-то дополнительная программа в личный кабинет не подгружается. Вы в своем личном кабинете в ваучере видите даты и перечень, когда какая экскурсия. То есть это все максимально проставлено. Вы эту бумагу отдаете клиенту, клиент на нее ориентируется. Если вдруг клиента нет WhatsApp, клиент что-то не понял, заблудился, потерялся и так далее, ваучерк указан принимающий компанию телефон, он работает 24 на 70, по нему всегда можно связаться, туристы такие, то-то, 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 то есть всю информацию уточнить. Ну и, конечно же, вы всегда можете задать этот вопрос нам в заявке, мы тоже вас с партнером скоординируем, туристов найдем. Но, как правило, все работает в штатном режиме, поэтому это, так сказать, просто общая информация для вашего понимания. Итак, идем далее. Вот как раз расписанное, и посмотрите на раздел, что входит. То есть вот здесь как раз то, что я вам говорила, что авиа или ЖД вокзал, то есть мы указываем, какая именно нам нужна трансферная система, либо в авиа, либо в ЖД вокзале. Здесь как раз прописано, что базовое проживание в Махачкале, в отеле Агель или аналогичном, экскурсии. И вот когда вы будете смотреть описание, допустим, сейчас на Гунипе, если посмотреть, то здесь прописано, что то-то, то-то, то-то мы смотрим, это мы видим обед. То есть, соответственно, мы понимаем, что по данной экскурсии у нас обед входит. Это то, что я вам говорила. Читаем описание экскурсии и понимаем. Теперь идем далее. А далее мы с вами будем перемещаться в нашу программу, которая «Большое путешествие по Кавказу». Соответственно, это тот самый трансформер по нескольким республикам, которые я вам говорила. Здесь заезд будет только в один день недели. Он идет только по субботам. Соответственно, описание программы соответствует действительности. То есть, тому, что будет в какой день и когда. Все расписано. Про экскурсии точно так же у нас идет информация накануне. Вечером сообщается, во сколько, куда мы пребываем, где встречаемся. Важный момент по данной программе. Мы обязательно должны не забыть, что на экскурсию в Грозный мы уже выезжаем с вещами. То есть, клиенты сдают гостиницу в Могачкале номера и на экскурсию уезжают с вещами. После экскурсии они до отеля в Грозный добираются самостоятельно. У них свободное время. И на следующий день, как правило, это 11 часов, их уже забирают в Азилию. Соответственно, забирают, привозят в гостиницу. Они там размещаются. И уже в первый день, во второй половине дня, как правило, в 15 и в 16 начинается программа. Начинается она с экскурсии. И уже они подходят на ту точку сбора, которая у них расписана. Идем далее. Вот здесь все то, что описано. Туры могут присутствовать как с перелетом, так и без перелета. Соответственно, в подборе туров вы обращаете внимание на значки. То есть, если, допустим, вы забиваете в поиске название программы, если он идет просто название, это идет наземка. Если тур идет с перелетом, то рядом будет приписка про то, что, допустим, Москва ОГЗ, то есть перелет из Москвы до Владикавказа. Или Казань ОГЗ, перелет из Казани до Владикавказа. То есть вы уже понимаете, что данный пакетный тур идет с билетами. Соответственно, переходим дальше. Дальше у нас сейчас с вами пойдет Осетия. Перемещаемся в Осетию. В Осетии, точно так же, как и в Дагестане, вы можете сами составить себе тур. Есть вариант проживания в гостиницах в Владикавказе и дополнительно подгружается в расписание однодневных экскурсий. Соответственно, мы можем забронировать гостиницу и забронировать по расписанию однодневной экскурсии. То есть на что тут мы обращаем внимание? То есть здесь идут базовые экскурсии. Базовые экскурсии, конечно, обзорные пешеходные экскурсии по Владикавказу. Конечно же, это знаменитые три ущелья. Это Молисонское ущелье с немножко, так сказать, показанием горнолыжных возможностей Осетии в будущем. И базовая экскурсия – это экскурсия в Грозный, поскольку из Владикавказа до Грозного ехать недалеко. Это всего занимает час 20-40, если с пробками. Соответственно, эта экскурсия также имеет место быть. Есть такой объект, который вы сейчас видите на слайде. Называется он «Аланский вечер». Это дополнительное мероприятие. То есть его можно забронировать просто в гостинице, если клиенты хотят так интересно провести свое время. Если мы говорим о каких-то турах, то это идет как дополнительная опция, которую можно подбронировать. То есть «Аланский вечер», назовем это так условно, вечеринкой с местными традициями. То есть цель этого мероприятия – показать клиентам традиции Осетии, показать кухню Осетии, показать какие-то моменты, то есть разнообразить свой, так сказать, экскурсионный тур тем, что мы смотрим, видим и так далее. Да, еще знакомство немножко с какими-то там колоритами, скажем так, Осетии, вот этими моментами. Вот, то есть мы можем сами создать свой тур, забронировать гостиницу, добавить туда одну из этих экскурсий. То есть здесь вот топовые экскурсии указаны. Теперь давайте поговорим о турах. Они будут располагаться на следующем слайде. Они также подразделены на несколько блоков. То есть идет блок гарантированных экскурсионных пуров. Указано, что более 25 программ. Действительно большой спектр туров, которые мы предлагаем. Соответственно, они тоже будут делиться по категориям. То есть это будут те туры, которые предполагают непосредственно саму Осетию. Это, допустим, если мы рассматриваем программу «Открывая Осетию», которая включает в себя северную и южную. Это варианты сменить обстановку на выходные. Мы рассматриваем выходные в Осетии. Яблоконардов, гости к Аланам. То есть достаточно легенды горцев. То есть достаточно много вариантов тех туров, которые можно выбрать от коротких выходного дня, чтобы сменить обстановку до более длительных, когда мы едем на неделю, мы едем на 10 дней. То есть тут уже, когда идет более продолжительный период, у нас экскурсионные туры уже автоматически переходят в комбинированные. Потому что помимо посещения непосредственно самой республики Осетия-Аланья, мы переходим уже в соседние. То есть это комбинируется с Чечнёй, Чеченской республикой. Это комбинируется с Ингушетией. И точно так же это еще комбинируется с Кабардино-Болгарией. То есть тут уже мы выбираем ту концепцию, которую хочет клиент. То есть мы можем выбрать концепцию, где он за одну поездку посетит максимальное количество республик. Мы можем выбрать концепцию, где будет сочетание с соседними. То есть, допустим, Осетия-Ангушетия. То есть тут наиболее такая популярная короткая программа Осетия-Ангушетия 4 дня 3 ночи. То есть посетили и то, и другое посмотрели. Это может быть программа, которая будет включать в себя Осетию, Ингушетию, Чечню, Дагестан. Например, допустим, самые гостеприимные горы России. То есть мы уже нанизываем максимальное количество республик, которые мы хотим посмотреть. Мы можем сочетать, допустим, практически в двухнедельном туре 14 дней он будет. Это большой тур по Кавказу. Мы сочетаем Кавминводы, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню, Дагестан. Мы все в себе сочетаем. Естественно, мы понимаем, что прилет будет в один регион, а вылет из другого. То есть это комбинированный тур. Таким образом, то есть можно сочетать в поездке сразу несколько. Я достаточно часто, говоря о Кавказе и экскурсионных турах, говорю о том, что если ваши клиенты едут на Кавказ в первый раз, для того, чтобы они его максимально прочувствовали, определили, что им больше нравится, что им хочется, им, конечно, лучше для начала взять вот этот максимально длинный комбинированный тур, там, допустим, недельный Красоты Гор и Сила Традиции, там, тур – это Кавказ, где у нас будет сразу сочетание нескольких республик. То есть они таким образом прокатятся по Кавказу. Да, возможно, это будет не очень объемно, потому что картинки меняются, дни меняются, то есть такое выражение «голопнет по Европам», да? Но таким образом они познакомятся с Кавказом – это раз. Во-вторых, каждый для себя определит, какая республика ему больше подошла. И уже если ему, в принципе, понравился клиенту Кавказ, и какая-то республика ему понравилась больше, это возвратный клиент, это тот клиент, который вернется к вам еще раз уже за конкретным туром. И вы тогда уже из ассортимента остального подберете ему конкретное что-то. То есть в данной ситуации Осетия, за счет того, что она достаточно близко расположена и к Чеченской республике, и к Кабардино-Балкарии, и в Кавказские минеральные воды тоже не сильно далеко, конечно, подальше добраться можно, да, и даже Ингушетия по соседству, там буквально 40 минут езды ему в Ингушетии. То есть, конечно, Осетию комбинировать с вот этими двумя соседними республиками удобно, и за счет того, что расстояния небольшие, мы можем это комбинировать в рамках каких-то недвительных программ – 4-5 дней, то есть когда клиенты хотят на выходные слетать, еще что-то. То есть это можно, как говорится, то, что все выбирать и комбинировать. Если же запрос идет о том, что клиенты хотят более длительный период, мы тогда выбираем 8-дневные, 10-дневные туры, которые уже максимально насыщены различными объектами осмотра и, соответственно, сочетанием различных республик. Во всех этих программах у вас будет варианты выбора проживания, они в поисковике будут называться как вариант 1, вариант 2, вариант 3, и под каждым вариантом будет расписано, в каких объектах идет размещение. То есть у вас программа туров у клиентов одинаковая, а вот уровень проживания и сервиса, то есть в каких объектах и так далее, чуть получше, попроще, подороже и так далее, вы уже выбираете в зависимости от потребностей вашего клиента. То есть это все у нас подробненько расписано, вы эту информацию изучаете, выбираете, бронируете. Могу сказать одно, что то, что называется там вариант 1, или, грубо говоря, самые бюджетные варианты, которые выходят в прайсе, в осете это, например, проживание в отеле Какогородного. Хорошего уровня трешка, и вполне можно брать этот уровень. То есть если мы берем бюджетный уровень, это не значит, что будет экономное размещение. Это вполне нормальное размещение, то есть можно его тоже рассматривать. Если там, конечно, клиент хочет уровень W3 Hilton, ну, конечно, мы выбираем другую позицию. То есть мы подстраиваемся по клиентам. С одной стороны, это групповые туры, с другой стороны, на уровне проживания мы можем играться в ту сторону, как комфортнее клиента. Частый вопрос, который задают, это размер группы. Как правило, в экскурсионных турах по Кавказу группа – это спринтер, то есть это 16-18 мест. Но нужно иметь в виду, что Кавказ с каждым годом набирает большую популярность. Есть к некоторым объектам достаточно хорошие и неопасные дороги, где может проехать и более-больший автобус. Поэтому, да, партнер вправе заменить спринтер на какой-то более крупный автобус, если по маршруту этот автобус проедет. Поэтому ответить однозначно на ваш вопрос, какая четко по количеству будет группа, вот 100% количества мы не скажем. Поэтому мы ориентируем, что, как правило, это спринтеры 16-18 мест, но бывают исключения. Как говорится, исключения из правил, возможно, везде. Также в Осетии есть блок «Активные туры». То есть данный блок, он аналогичен тому, как мы с вами чуть ранее говорили про Дагестан. То есть это тоже акцент на то, чтобы добавить в стандартные объекты размещения немножко больше. То есть мы добавляем какие-то ночевки в горах, соответственно, это глаймбинги, это какие-то гостевые дома. То есть это уже эффект того, что ночевка не в городе по объектам. Также это добавление каких-то там опций. То есть мы читаем описание, мы в описании видим, насколько это активнее, неактивнее подходит клиент, не подходит клиент. То есть выбираем ту, скажем так, идеальную картинку, которую клиент хочет увидеть. И, соответственно, также во всех программах в разделе дополнительно прописывается, какие могут быть доплаты. То есть, например, допустим, там по сети «Аланский вечер» он идет за доплату. Там указано, сколько он стоит, какие программы его можно добавить и так далее. И бывают программы, где какие-то дни, например, свободные, и идет описание, что там. Или дополнительную экскурсию такую-то, которую тоже можно добавить. То есть тут вы зададите вопрос, а мы это бронируем здесь, изначально при бронировании тура, или клиент может добавить это на месте. Тут, возможно, два варианта. Можно и так, и так, в зависимости от того, как вы хотите. То есть мы предлагаем варианты, а уже наш конечный потребитель выбирает то, что он хочет. Соответственно, по Осетии достаточно большое количество программ представлено на сайте. Именно чисто по Осетии, когда мы рассматриваем, как правило, там 3-4-5-дневные программы, и все, что идет больше, это уже идет в сочетании с соседними республиками. То есть выбираем тот вариант, который хочет клиент. Также по этим программам прописано, что встреча в аэропорту, прописано конкретное время прилета-отлета клиентов, обращаем на это внимание. Есть возможность заменить на встречу на ШТ вокзале. На что не меняется? Есть еще вариант попадения на автобусе. Когда клиенты запрашивают, а вот мы на автобусе в таком-то приедем, с автовокзала нас заберут. Нет, с автовокзала не забираем. Речь идет только об аэропорте и о ЖД вокзале. Это важный момент, который мы учитываем. Если речь идет об автовокзале, то есть можно до места встречи добраться самостоятельно на такси, можно запросить, чтобы вам дополнительно сделали индивидуальный трансфер. Но скажу честно, такси дешевле, Яндекс ловят везде, поэтому вполне этот вопрос можно тоже решить более экономично. Давайте сейчас немножко рассмотрим эти программы, перейдем на следующий слайд. Вот то, о чем я вам сейчас говорила. Это вариант выходные туры в Осетии. Вот у нас написано, то есть смотрим первый день, у нас указано время, когда нужно быть. То есть мы на это ориентируемся. Точно так же, как мы сейчас перейдем на следующий слайд, где будет окончание описания этого тура. И там будет написано в последний день, после какого времени нужно. И вот то, что я вам говорила, рекомендуется приобрести дополнительно. Уже прописываются эти вот моменты. То есть для того, чтобы ваши клиенты тоже могли ориентироваться. То есть это пример программы и того, как в принципе программа все это расписывает. Пусть вся эта информация есть, мы ее, как говорится, используем и применяем. Соответственно, мы по всем этим программам, когда бронируем, выходные в Осетии, яблоконарду, вот эти вот аналоги. То есть в данной ситуации по этим программам партнеры делают свои программы накануне. И касательно Осетии, практически в 90% туров мы накануне заезда подкрепляем дополнительную программу от партнера, где прописана информация про местные встречи, исходя из того, чем и как доезжают ваши клиенты. То есть конкретно под них прописано, где именно они должны быть, чтобы встретиться в группе. И, соответственно, в какие дни, какие объекты, что как по времени. То есть вот получается, что бронируя экскурсионный продукт, мы сталкиваемся с двумя ситуациями. Мы сталкиваемся с теми программами, где мы выдаем брошюру сайта, и накануне заезда мы ничего не ждем дополнительно в личном кабинете. И с теми программами, где дополнительно в личном кабинете есть информация. Понятное дело, что это несколько, может быть неудобно, потому что вы не понимаете, будет, не будет. Всегда можно задать вопрос. Вот мы забронировали тур такой-то, да, по данному туру итоговая программа будет ближе к заезду или ориентируемся на сайт. И, соответственно, вам на этот вопрос ответят. И вы уже будете понимать, что вы выдаете клиенту. Либо вы выдаете клиенту распечатку сайта, где есть описание тура, либо мы ждем то, что пришло к партнеру накануне, подгружаем, скачиваем, выдаем клиенту. Естественно, во всех документах есть контактные телефоны для связи и так далее. Все принимающие компании сейчас активно используют WhatsApp, да, то есть это создание группы ближе к заезду. В группу добавляются все туристы, которые едут по маршруту, в эту группу дается базовая информация, там, и так далее. То есть это та группа, которая существует на тот период, пока клиенты в туре. То есть сейчас это максимально все используют, для того, чтобы дать сразу всем всю информацию. Если кто-то что-то не понял, всегда это в режиме можно задать и получить свой ответ. Единственное, что тут нужно понимать, что партнеры эти группы не создают сильно заранее, они создают это в предпектурах. То есть они это на кануне тура создают, они создают это вечером. То есть да, эта группа появится, но появится позже. То есть не нужно нервничать, не нужно паниковать, что кто-то про кого-то задумал и кто-то кого-то где-то потерял. Теперь давайте посмотрим дальше вариант кабинетного тура на несколько республик. Вот здесь как раз вариант сочетания Ингушетии, Осетии и Кабардино-Балкарии. То есть, опять же, как я вам говорила, что если мы берем коротенькие туры, то они, как правило, будут в рамках либо одной республики, либо там, допустим, Осетии плюс Ингушетии. Здесь вариант, когда мы сочетаем в себе несколько республик, мы едем на неделю, соответственно, тут уже, как говорится, идет маршрут расписания и описания. Соответственно, идем дальше по слайдам. И мы обращаем внимание на то, что когда мы бронируем туры в Осетии, после того, как заявка села, мы вам эту заявку подтвердили, у вас в личном кабинете появляется комментарий. В этом комментарии написано прямо по дням, где какая экскурсия стоит, в каких объектах размещения проживают ваши клиенты. То есть вы можете им уже сказать, вот мы с вами забронировали вариант 1, вот у вас будет проживание в отеле таком-то, категория номер такая-то, у вас экскурсии стоят, да, вот в соответствии с программой вот так вот по графику и так далее. То есть мы уже после подтверждения туры им даем максимальную информацию, на которой они могут понимать, что да, у нас маршрута будет вот так, что достаточно удобно, для того, чтобы вы эту обратную связь могли дать. И также вот как здесь сейчас входит, не входит, да, то есть партнеры стараются в описании туров, и мы, соответственно, дублируем на сайте эту информацию для вас прописывать, какие еще возможны доклады. То есть чтобы клиенты понимали про свои дополнительные расходы. Это важно. Теперь мы с вами из-за сети переместимся дальше по слайдам. А переместимся мы с вами в Чеченскую республику. Чеченская республика достаточно уникальная республика. Вообще, в принципе, на Кавказе, кроме Осетии, да, которая, так сказать, светская православная, да, и где местным жителям не очень важно, как ходят клиенты, да, и в чем ходят клиенты. Говоря о Чеченской республике, мы должны понимать, что это традиции, это вера, это соблюдение строгих правил. Поэтому в Чеченскую республику мы должны приезжать в подобающем виде. То есть если мы говорим о женщинах, у нас не должно быть декольте, лямочек, открытого живота, голых коленок, никто не говорит о том, что мы должны себя максимально упаковать так, как ходят местные жители, соблюдающие религию. Мы должны быть приличными. То есть у нас должны быть закрытые плечи, у нас не должно быть никаких вырезов, и наша одежда должна быть ниже колен. Таким образом, к нам не возникнет вопрос, нам не сделают замечания, не обратят внимание, не создадут дискомфорт. Потому что когда тебе подходят и говорят про внешний вид, да, ну это все-таки неприятно. Тем более клиенты по-разному реагируют, местные жители тоже по-разному реагируют, поэтому есть правила, эти правила нужно соблюдать. Это также касается Афганистана и посещения определенных мест. То есть важно то, как мы одеты. Но Чеченская республика, это, наверное, наиболее жесткое место, где четко соблюдается все правила, на что реально обращают внимание. То есть это важно, приезжая туда, соблюдать эти правила. То есть и касательно мужчин тоже, то есть никаких шорк. Это то, что ниже колен, это прикрытые плечи. То есть важен внешний вид. На это нужно обращать внимание, об этом клиентам нужно предупреждать заранее. Соответственно, говоря о Чеченской республике, здесь варианты экскурсионных туров, они условно можно разделить на два варианта. Это либо какой-то короткий тур, где мы смотрим основные достопримечательности Грозного и ближайших городов, либо это вариант, где мы сочетаем Грозный с посещением, допустим, водопадов, где мы сочетаем с посещением древних городов, то есть уже выезжая за пределы Грозного, то есть именно смотря основные достопримечательности этой республики. То есть такие варианты тоже есть. И мы, говоря, допустим, о туре Чеченской классика, здесь речь идет о том, чтобы приехать конкретно в Грозный, посмотреть основное улететь. То есть тур выходного дня, как такое первое знакомство с республикой. Когда мы говорим о туре знакомства с Чеченской республикой, то есть в этом туре уже основные достопримечательности зашиты. Одна из достопримечательств, допустим, озеро Косиноан, красивое туда тоже. Это рядом древний город. То есть есть такие моменты, которые тоже интересно посмотреть в Чеченской республике. Есть, например, абсолютно уникальный новый тур, он называется тур на берег неба. Это другая часть Чеченской республики. Это проживание в, так сказать, это не то чтобы глэмпинг, но это не гостиница, ну давайте назовем это гостевой дом среди красивой природы в горах с посещением точек экскурсионной встречи, скажем так, с природой. То есть тур для тех, кто любит природу, кто хочет посмотреть чего-то больше, чем стандартные, допустим, мечети, сотки, башни. То есть то, с чем ассоциируется, скажем так, Чеченская республика, базовые точки сбора. Конечно, самый популярный вариант маршрута, да, это вариант сочетания Чни и Дагестана. То есть тут вариаций много. Это тура, начинающаяся в Чеченской республике и потом переходящие и заканчивающиеся в Дагестане. Это обратная ситуация, когда тура начинаются в Дагестане и заканчиваются в Чеченской республике с посещением основных вот этих объектов. То есть вариантов масса. То есть и так, и так. Эти республики часто сочетаются друг с другом в рамках одного тура. И по продолжительности это могут быть короткие программы, могут быть длинные. То есть варианты разные. Если говорить, допустим, о варианте того, когда клиент хочет затронировать себе гостиницу в Грозном и дополнительно посмотреть какие-то экскурсионные объекты, ну, скажем так, группового расписания стандартных штатных экскурсий, которые катаются к основным достопримечательностям, на данный момент пока такого расписания нет. Любые экскурсии можно посмотреть, но это идет индивидуальный формат. Соответственно, индивидуальный формат это немножко другой ценовой диапазон. Поэтому все-таки для знакомства с Чеченской Республикой рекомендуется брать какой-то базовый тур, для того чтобы экскурсии в него уже входили, туры будут гарантированы, да, соответственно, клиенты уже увидят и посмотрят основное. Мы сейчас с вами перейдем на следующий слайд. Вот, как раз увидим вариант чеченской классики. То есть это вот базовый тур, чтобы увидеть основное. Тут сейчас есть на описание посмотрите, те объекты, которые стоит посмотреть. То есть, наверное, если в эту республику ехать первый раз и смотреть ее, можно взять чеченскую классику совершенно смело и посмотреть основное. А там уже, как говорится, если совместить с чем-то, то можно совмещать либо с Осетией, либо с Дагестаном. Осетия будет ближе, Дагестан будет подальше. Ну, то есть, соответственно, тут в любом случае будут комбинированы туры, которые будут предполагать прилет в одну республику, вылет из другой республики. То есть они не будут закольцованы, чтобы прилетели в Грозный и улетели из Грозного. То есть с точки зрения расстояния это немножко неудобно, гораздо проще прилетать и улетать из разных объектов. Есть также в описании присутствует время, когда нужно прибывать, когда нужно убывать, скажем так. И точно так же партнеры накануне тура по контактному телефону связываются с туристами, информируют дополнительно, где они встречают, как и так далее. То есть для того, чтобы была обратная связь, клиент не потерялся и, так сказать, нашел всю необходимую информацию. Ну, это вот, так сказать, в общем, если пробежаться по Кавказским республикам, пробежаться по тому экскурсионному продукту, который у нас есть. Ну, вот я вам постаралась максимально какие-то такие особенности, моменты этих экскурсионных туров рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать, я кого вам на них ответить. В студии тишина. Я так понимаю, что идет процесс переводивания информации. Вопросы пока не созрели. Пожалуйста, если какие-то вопросы созреют, всегда можно их задавать в заявках, всегда можно их через сайты задать вопрос, задавать. Можно точно так же написать мне на личную рабочую почту. То есть в любом случае прокомментируем, поможем, подскажем. Огромное вам спасибо за внимание. Надеюсь, я поделилась с вами какой-то дополнительной информацией, которая вам поможет в ваших продажах данного продукта. Спасибо. До свидания.